В прошлый раз мы смотрели движение двух шариков, то, что подтвердили, что движение по вертикали у них одинаковое. А вот то, что движение второго шарика было по параболе, мы сегодня посмотрим вот в этой демонстрации. Ну, расскажи, пожалуйста, расскажи о чем-то здесь. Здесь, значит, шарик отсюда спускается, набирает скорость, и с этого момента шарик должен влететь в эти кольца и попасть в лузу. Ну, посмотрим. Ну, пока. Так, значит, почти до конца летел по параболе, а вот в неделю, в неделю, в неделю по параболе. Ну, собственно, одна из причин, почему в прошлый раз тут ясно было, что как только сдвинешь установку, она и так-то не каждый раз. Опять не попала, но уже подлетела все раз. Последний раз, чтобы нам так же удержать. Дормозить. Ну, хотя бы один раз, чтобы параболе прилетело, это уже достаточно. Пречка улучшает грехи, поэтому движение длительное время сохраняется, когда мы знаем. Вот, то есть, середины, один отрезок поревни, дальше должно пройти, второй отрезок, за какой-то поминутой поревни, вернуться назад, за какой-то, вернуться назад, можно засекать по часам, секунды. И, видимо, так оно и будет. Сюда на воздушной подушке слышали, да, ну вот, что-то очень похоже. Но для нас-то главное, чтобы движение равномерное, как было, оттолкнулся и так же и назад будет двигаться. Это, кстати, очень легко опровергает Аристофель, его механику, да, который считал, что для того, чтобы в тело двигалось, нужно его все-таки толкать. Тут ничего толкать не надо здесь. Опытный спорт опровергает. Почти движется равномерно. Ну, если не сыграть, естественно, в конце он идет другая. Сегодня мы посмотрим опыт, который говорит о том, что все тела имеют инертность какую-то, обладают инертностью. И сразу изменить их движение очень сложно, невозможно. Ну, вот здесь-то что за опыт? Значит, здесь первое я железку или палку медленно давлю на деревянную рейку, которая держится на бумаге. Естественно, что в этом случае давление на рейку, отрееки на бумагу и бумажные листы должны порваться. Так. Ну, по крайней мере, один порвался. Ну, а куда один? Так и должно быть, да? Да. Так что это здесь мы ничего нового не открываем. А новое, наверное, только в следующей части опыта. Необычное, по крайней мере. То, что даже легкие тела обладают инертностью. Здесь стоечка, отверстие под шарик, пластинка с отверстием. Так, и на этой отверстие ставится шарик. То есть шарик обладает инерцией, его не так-то просто сдвинуть. Так, и вот пластинка вылетела, а шарик остался на месте. Теперь я медленно двигаю лист. Значит, вместе двигается и... Так, ну вы не разобьете, нет? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ